Итак, готовим салат мимоза. У меня здесь тонбалы, то есть это турецкая консерва. Так она выглядит. Вы же можете взять любую, которая у вас есть, которая подходит для салатов. Открываем и продолжим. Вот что мы сделали с нашей рыбой. Мы ее сделали вот таким. Ну, просто помяли вилкой, слили с нее жир, естественно, чтобы не было слишком жирным. Сейчас выкладываем рыбу вот в такое блюдо стеклянное на самое дно, аккуратненько по всей тарелочке. Итак, нашу рыбу смазали немножко майонезом. Сейчас на терку натираем белок от вареного яйца. На яйца немножко тоже майонеза. Все так разместили по всей тарелке. И сейчас будем морковку натирать. И сейчас тоже морковку немножко смазали майонезом. Его можно побольше. Это на любителей, если вам нравится. Сейчас выкладываем наш лук. Он очень мелко порезан. И мы его залили кипятком, подержали где-то минут 5 в кипятке. И потом слили водичку, чтобы он не горчил. И сейчас я буду сюда класть лук. Вот тоже стараемся так по всему салату, по всей тарелочке. Я здесь использовала половину луковицы, вы можете больше. И сразу же после лука натираем на терке картошку. Картошка у меня такая большая, ее ушло больше всего. И сейчас надо посолить. Лучше всего взять сольничку, с нее будет как-то более равномерно. Посолим, смажем майонезом. И дальше у нас остается желток. После желтка мы уже майонез не используем. Поэтому последний шанс добавить майонеза, если вы мало добавляли. Сейчас посолим. И вот уже на картошку намазали майонезом. Сейчас на терку натираем яйцо. Все, салат практически готов. Вот так можно украсить его какой-нибудь зеленью. Можно, конечно, придумать что-нибудь с помощью белка. Вырезать какую-нибудь лилию и тому подобное. Этим я займусь уже завтра. А сегодня, ну, практически, пускай так и остается. Вот такой салатик получается. Вот так он выглядит сбоку. Морковки также можно побольше. У меня одна была, можно ее сделать две, например, чтобы был слой такой более четкий, более явный. Ну, все, надеюсь, что этот рецепт вам понравился. И вы обязательно его приготовите. Салатик мимоза, очень вкусный и прям салат из детства. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, пока-пока!